Добрый день, дорогие друзья! Пришло время нашего очередного урока. Сегодня Йом Хамиши на иврите, а так это четверг, час дня. И, как всегда, мы дожидаемся каких-то результатов интернета. Насколько есть соединение, я так понимаю, сейчас интернет у нас перегружен. В связи с тем, что большинство сидит дома и делать-то нечего, вот и находится в интернете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это я вам просто напомнил, что вот это вот четвертая суббота, суббота, как называется, Шаббат Ходыш, суббота Новомесячья. Ну, поскольку сейчас положение непростое, практически многие находятся в карантине и собираться больше десяти миньяна, ну, нет никакой возможности, нельзя. И, друзья, то я сегодня хотел с вами поговорить вот на какую тему. Она сама по себе интересная и как-то связана с нашим здоровьем. А теперь, я так понимаю, здоровье всех волнует. Тема, которая называется «Дурной глаз». Айнара. Сглаз. Почему? Ну, потому что, опять-таки, я так понимаю, что многие, заботясь о своем здоровье, как раз и волнуются, чтобы, не дай Бог, кто-то их не сглазил и прочее, прочее. И вот мне захотелось поговорить о том, насколько в нашей религии, в иудаизме, и каким образом это воспринимается. Знаете, у нас пока никого нет, но я начну. Наверное, люди каким-то образом появятся. У меня здесь всякие записочки есть, тексты есть. И, конечно же, хорошо, когда о чем-то говоришь, ссылаться на какие-то тексты. Понятно, что в иудаизме физическому здоровью, не только духовному, но и физическому здоровью, человеку уделяется очень серьезное внимание. В книге Дворим, я вот выписал себе, 7 глава, 15 стих, сказано там. Ки-гисир ашем мимха коль холи. И отодвинет и отдалит Всевышний от тебя всякую болезнь. Есть там такой текст. И на этот текст есть комментарий Рава, одного из мудрецов Талмуда. И он сказал, что отодвинет от тебя Всевышний всякую болезнь. Речь идет о дурном глазе, сглаз, яйца рара. Именно об этом идет здесь речь. Поэтому мы можем смело заявить. Вот Влад появился, смотрит. Добрый день. Если будут какие-то неполадки, я такими веду, что звук или еще как-то, вы мне сообщите об этом. Итак, мы говорим о дурном глазе, о дурном глазе, яйца рара. Айн-ра. Айн-ра, правильно. И пасук, который я выделил, это пасуки Сниги Дворим, что отдалит Всевышний от тебя всякую боль. И Рав комментирует ее. Всякую болезнь – это дурной глаз. И у нас в текстах, особенно в Талмуде и в других текстах, много раз встречается вот это вот понятие. Ну, допустим, вот я выписал из Талмуда. Баба Мессия сказал, так сказал, Рафиуда. Не покупай участка земли близко к городу. По какой причине? Чтобы не вызывать зависти других. Значит, мы способны своим поведением вызвать зависть других. Еще одну цитату я выписал из трактата Брахот, 31 лист. Там Ханна. Ханна – это, напоминаю вам, это матч пророка Шмуэля. Она долгое время была бездетна. Она молила о том, чтобы Всевышний дал ей ребеночка, которого она готова посвятить Всевышнему всецело. И вот, когда она молила о своем сыне, она умоляла, чтобы Всевышний дал ей сына, но чтобы ребенок не отличался особым умом. И Раша комментирует это. Что значит, чтобы он не отличался особым умом? И Раша это объясняет, чтобы его не сглазили. То есть, будут ему завидовать, и, в общем-то, как-то так, это будет плохо на нем скажется. А вспомните вот историю с Сарой и Агарь. Да? Вот еще появляются люди. Отлично. Значит, потихонечку люди подключаются, и никто не говорит о том, что не слышно. Все слышно и видно. Видно и слышно. Мы говорим сегодня с вами о Айнра, дурной глаз. В связи с тем, что события заставляют нас заботиться о собственном здоровье. История Сары и Агарь. В какой-то момент, когда Агарь забеременела, а Сара была бездетной, сказано, что у них изменились отношения. И комментарий говорит нам, метраж говорит о том, что у Агарь был первый выкидыш. Она лишилась ребеночка, уже будучи беременной, она лишилась плода. И причиной этому как раз было то, что ее сглазила наша праматерь Сара. Из этого мы делаем интересный вывод, что даже праведные люди могут сглазить кого-то. Из этого делается вывод, что сглаз – это не некое сознательное действие. Вспомните, когда Юсеф избегал смотреть на жену Патифара. Ведь он не просто так избегал смотреть на эту женщину, потому что он боялся, что дурной глаз его увлечет, что он не выдержит этого испытания. И поэтому он отворачивался, опускал глаза. В общем, возникает вопрос, если есть дурной глаз, и если он вредит человеку, как можно от него избавиться? Как можно от него, ну, избавиться нет, а вот защитить себя можно или нет? Я вам напомню историю Белама. И вот тот самый Белам, пророк, который был призван Балаком проклясть еврейский народ, и вот в очередной раз, поднявшись на гору и взглянув на наш лагерь, он вдруг произносит вот эту знаменитую фразу, «Как прекрасны шатры твои, Яаков». И тут же есть комментарий на это, в чем прекрасность шатров. Лагерь был так расположен, шатры были так расположены, что каждый вход был в другую сторону от входа в другой шатер. То есть там люди не могли наблюдать за тем, что происходит внутри чужого шатра. И это тем самым избавляло людей от чувства зависти, которое у них возникало. Ведь мы же с вами помним Десятое речение, да? Десятое речение сказано «не возжелай». Не возжелай дома ближнего, жены ближнего, осла ближнего и так далее. Таким образом, вот это вот «возжелать что-то» – это ведь внутренний процесс, и на самом-то деле, я так думаю, что Десятое речение – оно из самых серьезных. Потому что, знаете, управлять этими процессами практически невозможно. Ведь те желания, которые во мне возникают, они не очень поддаются управлению моему разуму. И поэтому сказано, что даже праведные люди, иногда взирая на что-то, вдруг могут позавидовать. Ведь они все-таки люди, да? И они могут позавидовать другому, и тем самым они, я не знаю, нанесут ему какой-то вред. Поэтому дурной взгляд, сглаз – это не колдовство. Более того, я так думаю, что сознательно нельзя нанести урон вот через этот дурной глаз. То есть, вот я задумал кому-то нанести урон, и начал на него внимательно, пристально смотреть, знаете, вот так вот, дырявить его взглядом. Я думаю, что у меня ничего не получится. И, ну, может быть, я его как-то вот введу в некое сомнение, и он там забеспокоится, увидя, что я так вот пристально на него поглядываю. И он подумает, что этот человек от меня желает. Ну, если мы знакомы, он меня может спросить. А что ты на меня смотришь? У меня что? Что-то непорядок в одежде или как? Получается, что дурной взгляд – это та зависть, которая возникает у человека спонтанно. Поэтому, допустим, как сказано вот в книге Бао Миция, когда Раф Юда сказал, не покупай участка близко к городу, потому что люди там будут ходить, поглядывать и завидовать подальше. То есть, есть способ, как себя вести, чтобы не вызывать зависти у другого. Ну, понятно, что если мы не бравируем, я не знаю, своим домом, своими детьми, своими женами, мужьями, своей работой, своим богатством, своим умом, своей библиотекой, есть огромное количество предметов, которые можно выставить перед другим, как бы вот в качестве похвальбы. Я могу пригласить человека, который говорит, смотри, какая у меня библиотека, вот сколько у меня книг, тем самым намекая, какой я умный, читал я их или не читал, это уже не важно. Важно то, что я демонстрирую ему что-то, и тем самым могу вызвать в нем зависть. А вызывая в нем зависть, я порождаю тот самый дурной глаз. Значит, Айн Ра, в конце концов, если я хочу себя защитить от него, я должен себя определенным образом вести, я должен осознавать, что мое поведение может каким-то образом вызвать зависть другого человека. И вот это вот следовать, не следует делать, не следует. Так что дело не в нем, не в его цыганских колдовских глазах черных, в которых можно утонуть, нет, нет. Он, если он тебе не завидует, то эти черные глаза, ну, просто вот черные глаза, и не более того, это вот повод написать очередной романс, но не более того. Если же я ему даю повод завидовать, то даже и не совсем черные глаза, и даже серые глаза, и даже зеленые, они способны тебя каким-то образом повредить. Значит, вывод. Повреждение начинается во мне. Во мне. Когда я ненароком хочу кому-то что-то продемонстрировать, я тем самым могу у него вызвать вот этот самый Айнара. И в связи с этим я хотел вас познакомить с одним псалмом. Дело в том, что псалмы, знаете, вот в тяжелую годину, в момент тяжелый, всегда советуют читать псалмы. Причем, неважно какие, просто читать каждый день, один, два, три псалма, читать внимательно. Псалмы – это чтение непростое. Конечно, лучше всего читать на иврите, но если нет возможности, можно и по-русски читать. И если человек себя приучил читать псалмы, это здорово. Даже вот Рабин Ахман из Браслова, который, он ведь нам сказал, что есть так называемый тикун-клали – общее исправление. И он там называет 10 псалмов и уверяет, что если вы ежедневно будете прочитывать вот эти вот 10 псалмов, то вы сможете совершить исправление определенных своих свойств и качеств. А тем более, если вы это прочитаете на его могиле в городе Умани, то он вас просто вытащит, вашу душу, из геенома, из чистилища. И вы сразу попадете туда, куда нужно попадать. Так вот, в связи с тем, что псалмы – определенный образ защиты. То есть, ну, так люди к этому относятся. Наверное, это так и есть, потому что те мысли, которые были вложены создателям, большинство псалмов авторства, их относятся к царю Давиду. Они действительно, конечно же, тексты очень высокого духовного уровня. Они непростые, и их нужно читать вдумчиво и внимательно. Хорошо бы над ними рассуждать, думать, взять просто маленький отрывочек, прочитать и сообразить, что, как, каким образом. Вот сегодня я обращаю ваше внимание на 16-й псалм. А 16-й псалм, он непростой, он непростой. Я могу просто вот для затравки чуть-чуть прочитать вам, что здесь написано, да? Мехтам Давида. Мехтам – это, значит, записано Давидом. «Храни меня, Всевышний, ибо на тебя полагаюсь. Сказала ты душа моя Господу, Господин мой ты. Нет у меня иного блага только от тебя». Ну и так далее. Собственно, человек рассуждает или говорит, или воспевает Всевышнему вот эту вот самую славу, утверждает, что Всевышний для него все, кроме Всевышнего никого нет, и он уповает на защиту Всевышнего. Ну, в наше время как раз вот и остается уповать на защиту Всевышнего, потому что те невзгоды, которые на нас обрушились, на весь мир, на все, они, к сожалению, не имеют никакого лекарства конкретного, да? Еще не изобрели люди это лекарство, ну, кроме, пожалуй, молитвы. И псалмы – это один из видов обращения ко Всевышнему с просьбой о защите. Вот 16-й псалм, если вы себе его внимательно прочитаете, то вы увидите, что он такой и есть. То есть, ты хочешь находиться в тени Всевышнего, ты хочешь быть под защитой. Но во всем этом псалме меня заинтересовало уже давно. Уже давно, честно вам скажу, это не сегодня. Один стих заинтересовал. Он 8-й, 16-й псалм, 8-й стих. И он так звучит. «Представляю Господа перед собой всегда, ибо когда он справа от меня, не пошатнусь». Это перевод литературный. Всегда вы должны различать литературный перевод от подстрочного. Конечно же, подстрочный он может быть немножечко коряв, но он более точный. Потому что здесь так написано, такими словами на иврите, что здесь я бы перевел по-другому. Подстрочно. Вот, смотрите, я вам сейчас прочитаю на иврите и переведу подстрочно. И вы увидите. Значит, это 8-й стих, 16-й псалм. Написано так. «Шевити Ашем». Четырехбуквенное имя, милосердный. «Шевити Ашем ле негди тамид. Ки ми ямини баал эмот». Теперь я вам перевожу это прямо вот слово в слово. «Шевити» – это значит «я возвращаю» или «я ставлю» милосердного, четырехбуквенное имя выражающее «милосердного». «Ле негди» – против меня. «Тамид» – всегда. «Ки ми ямини» – потому что от моего правого «баал эмот» – устойчивость. Нет качания от этого. От моего правого нет качания. Близко к этому литературному переводу. Но здесь сами слова, если ты их видишь на иврите, они на самом деле очень любопытны. Дело в том, что уже в этом стихе, он коротенький, несколько слов, да, в нем есть противоречие. В нем самом есть противоречие в этом стихе. Ведь смотрите. «Ставлю Всевышнего против себя» всегда. «Против себя» – это значит «напротив». Вот «я» и «против меня» – это лицом к лицу, да, против меня. Значит, я его ставлю против меня. И я не задаю вопрос, как я ставлю Всевышнего против меня, потому что это еще вопрос. Как я могу поставить Всевышнего против меня? А следующая часть стиха. «Потому что справа у меня устойчивость». Справа устойчивость. Но устойчивость там, где он находится. Так где он? Передо мной или справа от меня? Я его ставлю перед собой, а потом как-то вот оказывается он справа от меня, и там у меня устойчивость. Так передо мной или справа от меня? Вот в чем дело. Где находится Всевышний? Где находится Всевышний? Хороший вопрос. Хороший вопрос. И тут же я вот другую книжку приготовил. Это пророки Еремия. Я читаю 23 главу и 23 стих. И здесь сказано так. «Разве только вблизи я, Бог, сказал Господь, а издали не Бог? Понятно, да? Если спрячется человек в тайнике, то разве я его не увижу, сказал Господь? Ведь и небо, и земля полны мною». Значит, Всевышний, он не только вблизи, не только когда я ставлю его перед собой. Он всегда Всевышний. Потому что вся земля полна им. И что такое близко или далеко? Очень хороший вопрос. Что такое я нахожусь близко ко Всевышнему, и я нахожусь далеко от Всевышнего? У горы Синай. Мы были близки к нему, да? И там была катастрофа. И мы тут же отдалились, и тут же отбежали, и сказали Моше, «Нет, нет, ты иди. Мы отойдем подальше. Хорошо ли быть близко к Всевышнему? Что значит, я ставлю его перед собой? Можно ли стоять перед Всевышним?» Давайте вспомним Моше, когда Моше попросил Всевышнего показать ему вот это вот, кого-то, что называется, славу Всевышнего. Всевышний сказал, «Нет, человек не может видеть славу Всевышнего, но спрячься там в трещине скалы, я пройду, и ты меня увидишь сзади. То есть, вот затылок ты у меня увидишь. Ты не можешь посмотреть мне в лицо. А как здесь я ставлю его перед собой? Вообще, знаете, если вот стоит человек, что перед ним, что за ним, вот это интересно, кто где находится. Я нашел в молитве, когда мы вечером читаем, вечером читаем Шма-Исраэль, то есть два благословения перед Шма-Исраэль и два благословения после Шма-Исраэль. Так вот, поинтересуйтесь вторым благословением после Шма-Исраэль. Там очень интересно сказано. Сказано так, Итак, «Вехасер сатан мельфанейну и миахарейну, и убери сатана передо мной и за мной». Передо мной и за мной. Сатан. Сатан – это ангел-обвинитель, это прокурор. И мы просим, чтобы Всевышний убрал его передо мной и за мной. То есть, и передо мной, и за мной. Вообще-то, здесь, судя по этой молитве, находится ангел-обвинитель, Сатан. Вот, и его просит Всевышний, просит человек убрать, Всевышнего просит убрать. Поэтому, когда сказано, что я ставлю перед собой Всевышнего, видимо, имеется в виду не буквально перед собой. Там написано «Шивити Ашем Ле Негди». «Ле Негди» – слово «негет». «Негет» – это «против». Когда Всевышний создал жену для человека, для Адама, Он сказал «эзер ке негдо» – помощник против него. «Эзер ке негдо» – помощник, когда они вместе, против него, когда они врозь. Значит, «негет» – «против» – это не буквальное место. Это не против меня, не против моего лица. Мы уже выяснили, что против моего лица, кроме Сатана, там никого нет. Всевышний не может быть против меня. «Негет» – это отношение. «Против» в смысле отношения. Если мы вместе, мы за, если мы не вместе, то против. И независимо, где кто находится физически, значит, получается, «Шевити Ашем Ле Негди» – «ставлю милостливого Ле Негди» – «против меня» – это отношение, а не место. И что значит «негди» – «против меня»? Против меня может быть и положительное, и отрицательное. То есть, когда мы вместе и когда мы врозь. «Против» – это всегда коннотация отрицательная. Потому что сказано, что справа, ки ми я мини, справа от меня, моя устойчивость. Надо знать, что правая и левая – это у нас, на самом деле, правая – это яйца ртов, хорошие намерения, и левая – это яйца ра, дурные намерения. То есть, когда мы говорим «правая рука, левая рука», правая рука – это десница. Всегда десница, правая рука символизирует то, что Всевышний нам дает яйца ртов, добрые намерения. И еще «тара» связана именно с правой стороной, а не с левой стороной. То есть, если сказано «ки ми я мини», можно перевести «как от тары» – моя устойчивость. Тоже это будет верно, это будет верно понимать это так. Потому что правая сторона – это яйца ртов, это добрые намерения, это отсутствие эгоизма. Поэтому, если я нахожусь в неких отношениях, ле нигде – это отношения со Всевышним, то моя устойчивость будет в яйца ртов, в добрых намерениях. Теперь так, если я ищу защиту от всяких болячек, и я понимаю, что защита – это «в тени его крыльев», как сказано, да, «в тени твоих крыльев», то есть, ты должен построить мне шатер, как-то туда мне нужно попасть, и это все время сказано в псалмах. Я должен понять, что мое упование – это не то, что я буду усилием воли вызывать Всевышнего передо мной. Я не знаю его образа, я не знаю, что себе представить. Я не знаю, что я должен себе внушить, чтобы почувствовать, что он передо мной. Но, если я понимаю другой процесс, что моя правая сторона – тара, или яйца ртов, добрые намерения, – это путь к нему, путь к отношениям, путь к тому, чтобы он был близок. То есть, близость – это на самом деле не то, что он на расстоянии метра, двух, трех. Близость – нет. Близость – это мое отношение к нему. Очень интересный вопрос всегда возникал. Откуда я знаю Всевышний, как ко мне относятся? Не знаю, как он, я же не могу у него спросить, он мне не ответит. Ответ очень прост. Критерием являются твои отношения. То есть, если ты его любишь, значит, и он тебя любит. Если ты о нем думаешь, значит, и он о тебе думает. То есть, твои действия, твои помыслы, твои поступки – это и есть его отношение к тебе. Поэтому, если для меня устойчивость вот ми-ямини справа, а справа, мы сказали, может быть, или ей церковь, доброе намерение, или тара, которую я изучаю и пытаюсь исполнить, то тогда он негди, тогда он стоит передо мной. Обратный процесс. В тексте написано так. Ставлю Всевышнего всегда передо мной, потому что справа моя устойчивость. А в жизни процесс обратный. Я начинаю с моей устойчивости, с моего ей церковь и ей цера, или тара, или отсутствие присутствия, и тогда я могу перейти к отношению. Непосредственно силой воли я отношения эти вызвать не могу. Можно, конечно, напрячься и пытаться себе что-то представить, но я думаю, что это абсолютно бесполезный процесс. Таким образом, когда мы начали сегодня с дурного глаза, ей церара, мы выяснили, что он связан с чувством зависти, которое возникает у другого, и мы своим поведением можем это стимулировать. Как нам регулировать наше поведение? И тогда вот мы перешли к этому самому 16-му псалму, и там вот на примере вот этого стиха ставлю Всевышнего перед собой всегда, потому что справа моя устойчивость. Я вам хочу показать, что единственный способ регулировать, управлять своим внутренним миром – это на самом-то деле соотнестись со своим эго. Мы можем себе отдать отчет, насколько я себя проявляю эгоистично или нет. Ну, это связано с простыми физическими движениями, действиями. Готов я давать, готов я брать. Насколько жалко отдавать, расставаться с чем-то, с любым. А насколько я хочу себе взять. И этот процесс достаточно управляем. И если я понимаю, что ямини – правая сторона, связанная с тарой, с изучением, с исполнением заповедей, то то же самое регулируется. То есть, если я готов уделить время изучению каких-то священных текстов, готов выполнять какие-то заповеди, то я тут же опираюсь на свою устойчивость и тем самым ставлю Всевышнего передо мной. «Ле негди» – не непосредственно, а в отношениях. Вот таков процесс. Так что, если мы каким-то образом заботимся о своем здоровье, ну, и не уповаем на лекарства, поскольку их нет, а уповаем на молитву, мы должны понимать, что молитва – это слово, и это действие. И это действие. Молитва и действие. Потому что сказано, что молитва будет возникать вместо быков, и вместо быков уста будут произносить слова. Слова вместо быков. Так сказал пророк Ушея. Ну, вот об этом я немножечко с вами хотел поговорить. Просто сориентировать вас на то, что, читая псалмы, их следует сейчас читать, нужно быть просто повнимательнее. И даже если вы сможете увлечь себя каким-то словом, какой-то мыслью, каким-то стихом, это уже многое. Это уже вы начнете работу, внутреннюю работу. Очень важно. Так, я сейчас пролистаю то, что у нас написано, кроме того, что вот «Здравствуйте, вот из Кишинева, моя родина, почти что». Здрасте. Так. Из Харькова. Здравствуйте. Да, правильно. Правильно. Хвалить своих деток нельзя, особенно публично. Это на самом-то деле самый прямой путь у кого-то вызвать вот тот самый дурной глаз. Айнра. Айнра. Нет, самооценка может быть вот здесь написано так, что человек, который хочет, чтобы ему завидовали, имеет заниженную самооценку. Нет, самооценка – это все-таки это внутренняя оценка. Ее можно не публиковать, ее можно не демонстрировать. То есть, вот у меня есть, допустим, какая-то моя самооценка. Это не обязательно, что я ее должен проявлять, да? Допустим, я себя считаю действительно очень умным. Это не так, но я, допустим. Но я могу это проявлять, я могу не проявлять. Поэтому моя самооценка должна еще и иметь способ выражения. Я могу себя вести скромно, это не значит, что у меня заниженная самооценка. Нет. Нет. Самооценка – это внутренняя оценка. Самооценка. Какие именно псалмы? Дорогие мои, любые. Вот любые псалмы, хотя есть, если вы в интернете посмотрите, просто наберете там в поисковой системе псалмы, которые считают за здоровье, и вам выдадут ряд псалмов, и разные системы есть. Одни считают, что за здоровье нужно вот такое, 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 там, 21-е, другие считают, что за день. Иногда даже вот есть книжечки, сборники, там над псалмом написано, а вот это за здоровье, а вот это за прибыток, а вот это вот за то, чтобы муж вернулся. Есть разные варианты, но я сторонник того, что сам факт чтения псалмов – это самое главное. Просто читайте подряд. Есть даже вот эта книжка вся, она делится на семь частей, чтобы за неделю прочитать все псалмы. И есть там недельный цикл, их всего 150. Так что я так думаю, что открывайте в любом месте и читайте то, что вам понравится. Главное, чтобы на душу легло. А левое суд, да. Правое милосердие, а левое суд. Совершенно верно. В том-то и дело. Совершенно верно, Светлана. Конечно, он везде. Поэтому у меня и возникает вопрос, как можно его ставить перед собой. Так вот там написано не лифанай, лифанай на иврите перед собой, там написано негди, против меня. Вот когда написано против меня, то это может быть воспринято как физически, вот против меня, то есть передо мной, а может быть против меня как отношение. Он был против меня. Не важно, где он стоял. Он был против меня. Вот ставлю Всевышнего против себя, это значит, вступаю с ним в отношение, а не определяя его место передо мной, потому что место ему определить никак нельзя. Да, я с ним вступаю в некие отношения. Я пытаюсь как-то с ним разговаривать. Так. Да, совершенно верно, как песня. Он со мной нависокрыт. Так, Киев, привет. Ибат-Ям с вами. Вот. Вот все. Дорогие друзья, я желаю вам здоровья, счастья, берегите себя. Всем шаббат, шалом. Ну и до встречи, до следующих встреч. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова